Из лесу ёлочку взяли мы домой. А что делать с ней после праздников? Этот вопрос сейчас стоит перед многими россиянами. Какие варианты у чебоксарцев в нашем сюжете? Укололась вообще! В Чувашском отделении Российского Красного Креста в этом году впервые прошла благотворительная ёлка для детей-инвалидов. Эту большую сосну подарило Алатарское лесничество. Эта ёлка была очень красивая и было действительно такое праздничное настроение. Теперь участь той, что много-много радости детишкам принесла, незавидная утилизация. Однако в этом году чебоксарцы могут избавить праздничные деревья от бесславного конца на помойке. Ёлки и сосны принимают в зауголке ковчег. Туда и отправляется это дерево. Здесь у хвойных сразу два предназначения. Во-первых, витаминная добавка к рациону ряда животных. Питомцам уже оскормили больше ста деревьев. Зимой-то больше витаминов в хвойных, а летом-то там больше смольных веществ. Хорошо помогает кишки очищать, кишечник. Вот кролики, они хорошо грызут кору, зубы точат. Кроме того, еловые и сосновые лапы могут служить теплой подстилкой. Сегодня пеликану постелили. Зимой пахнет теперь у них. Пускай почувствуют Новый год тоже. Акцию по сбору елей в ковчеге объявили впервые. Сотрудники отмечают, такой активности от горожан не ожидали. Каждый день у входа вот такая картина. Это наша красавица и четырехметровая ёлка. После того, как она радовала всех, кто был в нашей школе на ёлке, мы решили её не на помойку выкидывать, а для корма для животных. Те, кто сдал ёлку или сосну, бесплатно получают билет в зооуголок. Однако на корм и подстилку подходят не всякие деревья. Приносить ёлочки ещё желательно с иголочками, чтобы ствол не сухой, чтобы без элементов новогоднего оформления. Приносите, мы всегда рады. А вам в свою очередь подарим пригласительный в зооуголок ковчег. Принимают хвойные со среды по воскресенье с 10 до 18 часов. Конечно, одна организация проблему утилизации не решит. Вот так и закончат свой век большинство новогодних деревьев в России. Нужен системный подход, как, к примеру, в Германии. Режиссёр из Чувашии Виктор Чугаров на своей странице в Инстаграме рассказал, как это происходит в Берлине. После праздника нужно в назначенное время вытащить и положить ёлку вдоль дороги. Это нужно для того, чтобы спецслужба смогла забрать ёлку. Если хозяин ёлки опоздает её вынести на улицу, то будет вынужден заплатить за её утилизацию. Не такое кардинальное, но всё же решение проблемы предлагает Общероссийский народный фронт. Общероссийский народный фронт выходил с инициативой в адрес Минприроды России, чтобы организовать утилизационные пункты на местах продаж. О ёлочных базарах, получается, чтобы там поставить специальные баки для сбора ёлок, получается. И в последующем перерабатывать их, производить из них либо твёрдое биотопливо, которое, кстати, даже эффективнее намного, чем обычная древесина, либо производить там корм для животных. Ответ от ведомства пока не пришёл. Впрочем, на решение есть ещё целый год. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Павел Редков, Республика.